Девушки отдыхают Все в этой жизни имеет свою причину и следствие, из одного вытекает другое. Мотивация наших поступков, их последствия. Эта невидимая нить пронизывает все наше существование. Что было бы, если бы, если бы я не... Из этих экзистенциональных мыслей меня вывел сильный удар по голове. Больно же! Я поднял глаза и увидел крайне недовольную Женю, нависшую надо мной. Опять спишь? Что же, и подумать о своем нельзя! Обиженно ответил я. Да сколько угодно, только будь добр, делай это в другом месте. Как будто я тебе мешаю. Представь себе! Она небрежно поправила очки и уставилась в окно. Женя всегда такая напускная серьезность, чрезмерная уверенность в себе и своей правоте. Желание показать, что знает все лучше всех. Это... После минутного молчания начал я. Ты не скучаешь по дому? С чего бы? Она недоуменно посмотрела на меня. Я вот скучаю. Ты же здесь меньше недели. Да, верно, но... Я не знал, что сказать дальше и глубоко вздохнул. Есть почему скучать, значит? Женя сделала серьезное лицо. Да, пожалуй, и нет. А что тогда? Просто понимаешь, я думал, что здесь все будет не так. Что, никогда в пионерлагерях раньше не был, что ли? Неа. Честно признался я. И что же ты ожидал? Ну... В этот момент послышалась музыка, призывающая пионеров на обед. Я был несказанно рад этому, так как все равно не знал, что ответить на ее вопрос. Идем? Она впервые за весь день улыбнулась. Да. Рассеянно ответил я. На площади я остановился. Знаешь, мне надо в палатку к себе еще заскочить. Заскочить. Ты иди. Ладно. Женя пожала плечами и пошла в направлении столовой. Я дождался, пока она скроется из виду, сел на лавочку, закрыл лицо руками и обессиленно вздохнул. Нет, в палатку к электронику я возвращаться совсем не собирался. За эти дни он мне так надоел своей болтовней о роботах, кибернетике и научной фантастике, что я уже был готов жить на улице, лишь бы больше не видеть его вечно улыбающееся лицо. И ведь было абсолютно очевидно, что далеко не все палатки заняты пионерами, а значит были свободные места. Но я просто не смог спорить с Ольгой Дмитриевной, когда она вселила меня к этому будущему светило советской науке. Умение спорить вообще никогда не являлось моим лучшим качеством. Итак, я в этом лагере уже 7 дней. 7 проклятых, никому не нужных, бесполезных и бессмысленных дней. Уже забылся страх и ужас первых минут, когда я думал, что умер и попал в ад. Забылись все глупые теории о похищении инопланетянами, о правительственных экспериментах или о дыре во времени. Я уже не испытывал той эйфории от возможности начать жизнь сначала, забыть прошлое, его ошибки и потери. Теперь у меня осталось только гнилое, нарывающее, чумной язвой настоящее и туманное будущее, в наступление которого я не особо и верил. Меня окружали старые, истрепанные, рваные куклы местных обитателей. Пионеры и пионерки и их вожатая. Да кто они вообще такие? Что они такое? Неумелая пародия на людей, способная вызвать лишь улыбку сострадания или звериный оскал безумия. Неуместный гротескный мазок на картинке утопающего в грехах и пороке частилища. Последнего места пристанища в этой жизни. Я с отвращением сплюнул на землю и ударил кулаком по скамейке. Все свободное время здесь я старался проводить в библиотеке. Почему нет? Ведь это единственное место, которое напоминало мне о прежней жизни. Те же самые книги, которые я читал когда-то. От сказок Пушкина и Андерсона до истории жизни настоящего человека, Шолохова и Платонова. Конечно же здесь не было столь любимой мной научной фантастики. Шекли, Железная, Хайнлайна. Это и не удивительно. В советской России фантастика пишется, как оказалось, про тебя. Мягкое похрустывание пожелтевших от времени страниц, толстые обложки, заломленные корешки и запах книжной пыли, который никогда ни с чем не спутаешь. Без этих простых вещей, на которые когда-то я не обращал особого внимания, считая вполне естественными, здесь я бы уже давно сошел с ума. Может быть я сейчас тоже герой какой-то книги, и все происходит... Все, что происходит, задумано незримым гением. Происходит. Впрочем, что же в самом деле происходит? За эти неполные семь дней со мной не произошло равным счетом ничего. Ни-че-го. Я ел, спал, читал, ел, спал. Может быть это какая-то серьезная психологическая драма, трагедия лишнего человека? И я усмехнулся. Впрочем, было в этой библиотеке и что-то еще. Что-то такое, что заставляло меня с утра пораньше еще до завтрака бежать туда по морозу, продираясь сквозь сугробы и дрожа от холода. Что-то такое, в чем я пока что не мог признаться даже сам себе. Солнце стояло высоко на горизонте. На нисколько не грея замерзший пионерлагерь. И кому только в голову пришло отправлять детей сюда зимой? Конечно, когда меня вырвали из моей прошлой жизни на дворе был... Было далеко не лето, но все же. Я тщетно пытался вспомнить, работают ли пионерлагеря зимой. Но у меня ничего не выходило. Снежинки тихо падали на макушку Генды. Снег белым покрывалом укутывал деревья. А замерзшие лужи нестерпимо ярко блестели на солнце. Зимняя сказка Игилия. Именно таким мне этот пейзаж мог показаться в другой ситуации. Я не хотя встал и посмотрел на часы. На обед я еще успевал. Щи, макароны и котлета. Мне уже было абсолютно все равно, что есть. Можно? Славя тут немного другая. Я поднял глаза, не переставая ковыряться вилкой в тарелке, и увидел Славю. Не знаю. Я пожал плечами. Хм. Она тут какая-то более анимашная, что ли. Она села напротив меня и улыбнулась. Чего опять грустишь? Почему опять? Ты всегда грустишь. Она сделала серьезное лицо. Да? Рассеянно ответил я. Да. Думаешь, никто не замечает? По правде говоря, мне было абсолютно все равно. Извини. Не за что передо мной извиняться. Она нахмурилась. Я же хочу как лучше. Я было собирался сказать, тогда оставь меня в покое, но сдержался. Спасибо тебе за заботу. Безразлично бросил я. Может быть, хочешь поговорить? Да нет, пожалуй. О чем мне с ней разговаривать? Станет легче. Ты психолог, что ли? Раздраженно сказал я. Вот видишь, ты злишься. Да извини. Вернувшись в свое обычное состояние безразличия, бросил я. Значит, я права. Да, несомненно. Ты меня не слушаешь. Именно так. Ну, полностью согласен. Славя взяла поднос и молча встала из-за стола. Я даже не поднял головы, чтобы проводить ее взглядом. В конце концов, мне не пять лет, да и я не девочка, чтобы играть в куклы. С обедом было покончено, и я направился назад в библиотеку. Вот я и вернулся. Сказал я, зевая. Но Жени не было на привычном месте. Физкульт, привет! За столом сидела Ульянка. А ты-то че тут, Забелла? Не похоже, чтобы ты вообще читать умела. Умеешь? Да, ну тебя! Возмутилась она. Ты вообще хоть иногда улыбаешься? Не. Отрезал я. Действительно, за последнюю неделю еще не приходилось. Как же так можно жить? Как видишь, живу как-то. Вернее сказать, было бы... Существую, не напрягаясь, жду конца. Какой ты скучный. Зато ты чересчур веселая. Все по закону сохранения. Закон сохранения унылости. Тихикнула Ульянка. Ладно, если хочешь тут сидеть, то хотя бы веди себя тихо. Не мешай мне читать. А что ты читаешь? Книги. Скорщив гримасу, ответил я. Ну, это же так скучно. Детям, может быть. Дети поумнее многих взрослых. Ухмыльнулась она. По тебе заметно. Только умней, пожалуйста. Молча. Ладно. Женя просила посидеть тут, пока ты не придешь. Ты пришел, значит я отчаливаю. Она вскочила со стула и побежала к выходу. Подожди, а где Женя-то? У нее дела. Какие такие дела? Время... Что я здесь, она вместе со мной была добровольным узником библиотеки. К вечеру готовится. А что будет вечером? Ульянка ничего не ответила, засмеялась и выбежала на улицу. Я еще некоторое время сидел, смотрел на дверь. А потом сел и взял первую попавшуюся книгу. Классика советской литературы. Это, конечно, хорошо. Но так как я ее никогда особо и не любил раньше. Мне она быстро наскучила. Я отложил книгу в сторону, опустил голову на стол и закрыл глаза. Сколько мне осталось, интересно. Я уже перестал задаваться вопросом о том, где я и почему я именно здесь. А не где-то в другом месте. В конце концов, столь неожиданная смена обстановки, если это можно так назвать, в итоге ничуть не изменила меня и мое отношение к жизни. Какая разница, где находиться в депрессии, если можно так описать мое состояние? Дома в четырех стенах или в просторной коробке офиса? На неприступных вершинах? На пределах человеческих возможностей, совершая последний рывок или в райской долине? Блаженно пожевывая, пожевывая сочную травинку? Какая теперь разница, если даже это не смогло изменить моего отношения к жизни? Я вспомнил, что было неделю, месяц, год назад. В последнее время вся прошлая жизнь часто пролетала у меня перед глазами, сливаясь в однообразное разноцветное пятно. Правда, палитра была в основном черно-белая. Я не боялся, попросту было нечего. Нечего было вспомнить, нечем было дорожить, не к чему было стремиться. Так ли уж важны причины и обстоятельства моей смерти? В четырех стенах от одиночества или в этом непонятном пионерлагере от чего-то еще? Мне нет. Опять? Вздохнула Женя. Я поднял глаза и устало посмотрел на нее. А что еще остается? Пытаясь изобразить улыбку, ответил я. Тебе самому-то не надоело? Надоело что? Неужели ты правда так любишь читать? Люблю, да, а что такого? Нет, ничего. Может тебе сюда жить переехать? Рассмеялась она. А что, отличная идея. Я внимательно посмотрел на нее. Сложно сказать, о чем она думает в тот или иной момент. Может быть, в чем-то она похожа на меня. Даже непроницаемая маска отличается лишь рисунок. То ли наша схожесть, то ли что-то еще так сильно повлияло на меня за последнюю неделю. Определенно, тяга к чтению и знаниям была далеко не основной причиной того, что я проводил в этой библиотеке сутки напролет. Наступило неловкое молчание. Его надо было чем-то нарушить. Нарушить, разбить, уничтожить, превратить в стройный хор радостных голосов. По крайней мере, мне тогда этого очень хотелось. И я сказал. Знаешь, а я тебя люблю. Мои слова прозвучали совершенно спокойно, хотя сердце в груди бешено стучало. Словно ему надоело наблюдать мое уныние, и оно решило выскочить наружу и зажить своей собственной жизнью. Полной радости и счастья. Она посмотрела на меня так, как будто увидела привидение. Да ты не в своем уме! Я ничего не ответил. Я просто продолжал смотреть на нее так, как будто ничего не произошло. Женя отбежала от меня и спряталась за шкаф. Ты это серьезно? Она говорила настолько тихо, что я с трудом мог разобрать слова. Да, а почему бы нет? Нет, ты точно ненормален. Я это уже давно подозревала. Почему? Да потому что нельзя вот это вот все просто так взять и... Нельзя просто вот так. Почему? Она ничего не ответила. Действительно, зачем я это все сказал? Какой был в этом смысл? Даже если у меня и есть какие-то чувства к этой девочке, то вываливать все вот так без подготовки... Она, должно быть, посчитает меня сумасшедшим. Впрочем, судя по всему, уже посчитала. Я вспомнил все время, проведенное здесь. И все мои воспоминания были связаны с ней. Хорошие ли плохие библиотеки, книги, Женя? Почему? Повторил я свой вопрос. Ответа не последовало. Я посмотрел в окно. На лагерь спускалась ночь. Еще один пустой холодный день подходил к концу. Женя выбежала из-за шкафа. Ну, такая же красная, как и после моих слов. Ты! Ты! Она не закончила фразу и бросилась к выходу из библиотеки. Я безучастно смотрел на захлопнувшуюся дверь за ней. Итак, что-то в моем существовании изменилось. И, наверное, не только за последнюю неделю. Наверное, я совершил поступок, значение которого я еще не мог полностью осознать. Но было ли оно, это, значение? Что меня ждет впереди? Почему я вообще здесь? А тот поступок... Я рассмеялся. Поступок. Такого слова не было в моем словаре. Я вновь положил голову на руки и закрыл глаза. Не знаю, сколько времени прошло, но из полудремы меня вывел звук распахнувшейся двери. Я с трудом открыл глаза и понял, что уже стемнело. И библиотека погрузилась во мрак. Нащупав выключатель настольной лампы, мой палец с явным усилием надавил на него. И помещение озарилось тусклым светом, которого хватало разве что на пару метров. Передо мной стояла Алиса. Кажется, я видел ее уже столько раз. Нет, конечно, мы встречались на завтраке, даже разговаривали о чем-то. Дело совсем не в этом. Кажется, я видел ее не только сегодня вчера или позавчера. Кажется, я знаю ее уже много лет. Как и у всех в этом лагере. Это библиотека, столовая, площадь, остановка проклятого 410 автобуса. Все это стало для меня реальностью лишь недавно. Но в то же время, где-то в глубине души я знал, что все это видел раньше. Это даже нельзя называть дежавю. Скорее, это было похоже на опостылевшие обои на рабочем столе, которые просто лень сменить. Ты уже давно про них забыл. Забыл, зачем ты вообще когда-то поставил именно эту картинку. Забыл ее смысл. И, наткнувшись на нее, случайно где-то в интернете, ты долго силишься вспомнить. Где же ты ее видел? Совершенно забыв, что вот она, каждый день мозолит глаза на рабочем столе. А я таки знала, что найду тебя здесь. Алиса внимательно посмотрела на меня. Нетрудно было догадаться. И что вам, сударыня, надобно от скромного штатского советника? Она улыбнулась. У тебя где-то тут должен быть удлинитель. И почему у меня? Это, наверное, уже не лучше спросить. Нехотя ответил я. Да, я пыталась, но она немного не в себе сейчас. Не мудрено. С чего бы? Не знаю. Алиса пожала плечами. У нее так вид, как будто привидение увидела. Вполне возможно. Я с трудом встал из-за стола. Сейчас, подожди. За неделю, проведенную в этом пионерлагере, я прекрасно изучил библиотеку. Можно сказать, даже стал кем-то вроде замбиблиотекаря. Так что найти удлинитель проблема не составила. Пока я ходил за ним, Алиса включила свет. Вот. А подлиннее нет? Куда уж длиннее это? Я прикинул, что провод был метров 15, не меньше. Ладно, и на том спасибо. Сказала Алиса и вышла из библиотеки. У меня не возникло никакого желания спрашивать, зачем он ей понадобился. В конце концов, если я не лезу в чужую жизнь, возможно, никто не станет лезть в мою. Читать совсем не хотелось. Я просто сидел и смотрел в окно на лениво падающий снег. В голове было совершенно пусто. Меня накрыло состояние полного умиротворения. За эту неделю я успел уже испытать всю гамму человеческих эмоций. Страх, отчаяние, апатия, безразличие, вновь отчаяние. Нет, пожалуй, в этой палитре не хватает ярких цветов. Впрочем, откуда бы им взяться? Я посмотрел на часы. Время приближалось к 10 вечера. Похоже, я таки проспал ужин. Что ж, это совсем не удивительно. Зимой дни тянутся медленно. Но стоит хотя бы на секунду забыть об этом, на мгновение закрыть глаза. Как из жизни выпадает довольно значительный временной отрезок. Я вздохнул, встал и направился к выходу. Интересно, как в этом лагере летом? Зимой, по крайней мере, вечерами тут точно делать нечего. Я решил пойти к себе в палатку и пораньше лечь спать. Выйдя на площадь, я не сразу понял, что происходит. Ёлка, гирлянды. Генда в колпаке Деда Мороза. Снующие туда-сюда пионеры. Эй! Эй! Отликнул я Лену, пробегавшая мимо меня. О, и тут Лена няшка. Она остановилась и смущенно посмотрела на меня. А что здесь, собственно, происходит? Ну как же, Новый год! Она еле заметно улыбнулась. Новый год. Так и война начнётся, и закончится, а я всё просплю. Ну, а впрочем, что удивительного? Ведь зима, а тысячные даты я не знаю. Вполне возможно, что и 31 декабря сегодня. Ну, ясно. Протянул я. И вот вы готовитесь, значит. Готовимся. Ну, это хорошо. Да. Она всё так же смотрела на меня, словно пытаясь понять, что мне от неё нужно. Ну, удачи тогда. Я уже собирался идти дальше, но Лена вдруг остановила меня. Легонько потянув за рукав. А ты не знал? Как-то из головы вылетело. Соврал я. Ну как же! Кажется, она смутилась ещё больше. Новый год, это же здорово! Не сомневаюсь. Съязвил я. Ты не рад? Рад, конечно. Почему же? Хорошо. Похоже, она совсем не улавливала моего сарказма. Может быть, тогда поможешь нам? Помочь? А оно мне вообще надо? Ещё неделю назад я жил своей привычной жизнью. В своём привычном мире, а потом всё с ног на голову. Да ещё и Новый год тут, у них! Никогда не любил этот праздник. Одна колена смотрела на меня так, что ответить, что-то в любом случае надо было. Ну ладно, почему бы и нет? Я всё-таки решил помочь. В конце концов, какая разница, как проводить время здесь? А так, возможно, смогу немного развеяться. Спасибо! Украшая ёлку игрушками, я перебирал в голове все воспоминания, связанные с Новым годом. Да были ли у меня вообще эти воспоминания? Когда-то, давно в детстве, это я ещё помнил. В конце декабря приходило ощущение праздника. Свежий запах хвои, разноцветное мерцание гирлянд. Сладкие мандарины, салат оливье и фирменный мамин лимонный пирог. Я всегда старался побыстрее заснуть, чтобы проснуться раньше всех. Часов в 6 утра, тихо прокраситься к ёлке и развернуть подарки. Трансформеры, конструктор Лего. Мне, кстати, тоже Лего дарили. Вообще, офигенный был конструктор. Картриджи для приставки. Их тоже дарили. Всё это я так ждал от Деда Мороза тогда. И он, словно читая мои мысли, всегда приносил именно то, что я хотел. А даже если под новогодним деревом оказывалось что-то другое, я никогда не расстраивался. Детское воображение всегда найдёт применение любой вещи. Плюшевого зайчика можно назвать тёмным властелином. Управляющим мордой оловянных солдатиков. А робота-трансформера. Супер-героем, спасающий мир. Помню я и новогодние каникулы. Те две недели, когда можно было целыми днями играть. Смотреть мультики и объедаться конфетами. По сути, тогда праздник не сводился конкретной ночи с 31 на 1, а растягивался почти на месяц. Но со временем радость ожидания нового года куда-то пропала. Наверное, и просто я сам изменился. Мамин пирог сменился шампанским или чем покрепче. Солдатики и конструкторы, новинками электроники или дежурными сорочками да галстуками. Дед Мороз, дядей Бори, затем дядей Вовой и, наконец, дядей Димой. Однако дальше и друзья, знакомые, куда-то исчезли. Бой курантов я встречал, сгорбившись над экраном монитора. Соревнуясь с такими же унылыми и одинокими, кто напишет первое сообщение в новом году. И вот после всех этих изменений в жизни я наряжаю огромную ель на площади в непонятном пионерлагере. Вместе с непонятными, незнакомыми пионерами, при этом совершенно не очищая наступление праздника. Я медленно повертел в руках маленькую снегурочку и уставился на звезду, украшая верхушку дерева. В памяти всплыли все те странные советские игрушки, которыми я когда-то давно украшал елку дома. Они пережили уже не одно поколение моей семьи и выглядели потрепанными временем и весельем. Некоторые были полуразбиты, со многих сошла краска, однако некоторые все же казались почти что новыми. На фоне этих воспоминаний, те игрушки, которые я сейчас вешал на ветке, выглядели так, как будто только что сошли с конвейера. От этих мыслей я улыбнулся. Впервые. Наконец мы закончили украшать ель. Я взглянул на часы. Время приближалось к полуночи. Вся площадь была заполнена пионерами. Они громко разговаривали, смеялись, играли в снежки. От этой картины, какое-то неведомое тепло, начало разливаться внутри. Я почувствовал, как кто-то подошел ко мне сзади. Я обернулся и увидел Женю. Она была красная как рак. То ли от мороза, то ли от смущения. А скорее от всего вместе. Знаешь, Тета. Ну, то есть, я не хотела сказать не это. Просто, ну, это ты. Похоже, она не могла подобрать нужных слов. Да. Ну, Тета тогда, тогда, ну, вот, все серьезно говорил. Я вспомнил наш недавний разговор в библиотеке. Действительно, был ли я серьезен? Может быть, я все это сказал, лишь чтобы развеять скуку. Но в этой теории определенно был изъян. Я внимательно посмотрел на Женю. Да. Мой голос прозвучал на удивление, спокойно. Тогда... Ну, я не знаю. Все это время она смотрела себе под ноги, не поднимая глаз. Новый год скоро. Да. Осталось совсем чуть-чуть. Да. Где-то вдалеке заиграла стандартная песня про пять минут. Или это было у меня в голове. Ребята, все готовы? Послышался бойкий голос вожатой. Пионеры хором ответили. Да. Внезапно у всех в руках появились стаканы с каким-то пенищимся содержимым. Я принюхался и определил дюшес. От этого у меня невольно начался приступ смеха. Ты чего? Женя наконец посмотрела на меня. Да нет, просто... Давай проводим старый год. Я поднял стакан и чокнулся с Женей. Она подошла ближе. Десять! Начала четвожатая. Я взял Женю за руку и внимательно посмотрел на нее. Она покраснела, но при этом улыбнулась. Девять! Рядом с нами стояли все, с кем за столь короткое время, проведенное здесь, уже успел познакомиться. Славя и Лена. Алиса и Ульяна. Они тоже с нетерпением ждали наступления нового года. И вместе с вожатой отсчитывали секунды. Знаешь, может быть, ты не такой уж и плохой. Восемь! Стараюсь, рассмеялся я. Семь! Может быть, у меня и меня огрело ощущением праздника в первые за последние годы. Шесть! Знаешь, я ведь это... Я смутился. Серьезно? Пять! Хорошо. Она посмотрела на меня, мне в глаза и улыбнулась. Четыре! И я понял, что, наверное, не все так уж и плохо. И почему я сомневался в правильности своего поступка в библиотеке? Неужели для подобных вещей может быть рано? Неужели для этого есть подходящее или неподходящее время? Ведь, чтобы выразить свои чувства, рассказать другому человеку о них, мне нужно не так уж и много. Я был уверен, что поступил правильно. И сейчас мне просто хотелось, чтобы здесь, быть здесь, держать Женю за руку и вместе с вожатой отчитывать секунды до наступления нового года. В конце концов, я тут же имею право насладиться этим праздником. Что будет дальше? Так ли уже это важно? И стоит ли об этом сейчас переживать? Если я не могу даже на короткий миг отвлечься от вечно сдающих меня рефлексий. Ведь, может быть, чтобы что-то изменилось, нужно не так уж и много. Но душа вдруг стало спокойно и тепло. Три! Три! Закричал я вместе со всеми. Вот это и улыбнулся. Все течет, все меняется. Я просто стоял и вместе со всеми ждал наступления нового года. И в ту минуту меня больше ничего не интересовало. Пусть на короткий миг, но я буду счастлив. А дальше? Дальше, возможно, этот миг растенится на годы. Главное, что я сделал первый шаг. Два! Значит, в новом году все будет лучше, чем в этом? Один! Конечно, не сомневайся даже! В конце концов, то, что я так давно искал, сейчас не где-то далеко в другой вселенной, а здесь, рядом со мной. Я посмотрел на Женю и улыбнулся. С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом!